Привет! Меня зовут Йонас Врамель. Я официальный визажист Арифлейм. Сегодня мы поговорим о нашем новом бренде The One. Начнем с создания идеальной основы. Перед тем, как начать макияж, убедитесь, что лицо идеально готово. Наноси макияж на очищенную увлажненную кожу. Тогда он будет дольше держаться и выглядеть привлекательнее в течение дня. Я использую кисть для тональной основы. Это самый простой способ профессионально и равномерно нанести тон. Я всегда начинаю с центральной части лица, где покрытие должно быть плотнее. Наношу основу легкими небольшими мазками, для того, чтобы она хорошо подстроилась под тон кожи и ровно легла. Затем я перехожу от центральной части к контурам лица, распределяя основу по направлению к линии роста волос и подбородку, чтобы покрытие было идеально ровным. Не забывай наносить тон под линией подбородка и на шею, чтобы избежать резких переходов. Сегодня я использую тональную основу илюскин. Ее восхитительная легкая текстура позволяет получить очень красивое и естественное покрытие. Благодаря светоотражающим частицам кожа будет выглядеть безупречно при любом освещении. Если тебе необходимо скрыть несовершенство кожи, то я советую использовать корректор. Обычно я наношу немного корректора на проблемную зону, затем оставляю его на несколько секунд, чтобы дать высохнуть. После этого наношу второй слой. Таким образом покрытие будет более плотным, и ты сможешь скрыть любое несовершенство кожи. Я фиксирую макияж с помощью компактной пудры The One Illuskin, чтобы избавиться от нежелательного блеска и придать макияжу стойкость. Небольшое количество пудры я наношу на Т-зону. Нос, крылья носа и подбородок. Компактную пудру Illuskin удобно брать с собой и поправлять макияж, для того, чтобы лицо и тон кожи выглядели безупречно в течение всего дня. Наш макияж готов. Мы использовали только тональную основу, корректор и компактную пудру Illuskin. Так, посмотрим. Ты выглядишь свежо, естественно и привлекательно. Are you the one? Are you the one? Are you the one? Продолжение следует...